И снова доброго времени суток! Совершенно правильно, что вы смотрите ТВИН, ведь прямо сейчас в эфире в фабрике рукоделия Лилия Ивановна Филатова покажет, как превратить россыпь бисера и бусин в украшения. Здравствуйте! Сегодня мы с вами попытаемся сделать кольцо из бисера. Процесс этот отработанный. Я думаю, что у нас все получится. На столе бисер и бусины разного диаметра и разного размера. Какой приготовить, на что обратить внимание? Когда работаем с детьми, то лучше брать бусины крупные с крупным отверстием. Те мастера, которые уже работали в этой технике, они могут себе позволить более мелкий бисер. Бисер продается в специализированных магазинах. Чем он ровнее, тем это лучше для работы. Для нашей работы мы собираемся делать вот такое колечко. Конечно, нужен крупные бусины, бисер разных размеров, разного диаметра. И вот эти бусины в форме рисинки. Чтобы сделать ободок кольца. Да, ободок, его ювелир называет щенка. Еще нам понадобится проволока. Тут нужно учесть, что цвет необходим разный. Если бусины прозрачные, конечно же, берется светлая проволока, чаще всего белая. Но мы возьмем темную проволоку, потому что у нас бусины темного цвета. Мы отрезаем кусок проволоки. Она довольно длинная. Мы излишки потом отрежем. Просто, чтобы нам хватило, мало ли какие моменты будут. Здесь примерно 30 сантиметров. Теперь набираем бусины. Нам нужно набрать 4 бусины и 4 бисеринки. Бусина, бисеринка, бусина, бисеринка. Вот этот вот с красивыми оттенками, переливами. Называется бензиновый. Сиреневый с бензиновым отливом. Вот у нас должно быть именно так. 4 бусины, 4 бисеринки. Теперь посмотрите. Самый главный момент. Это мы замыкаем наш декоративный элемент в кольцо. Берем один усик проволочки. И через большую бусину мы пронизываем. И вытягиваем. Вот у нас замкнулось. Это наш главный декоративный элемент. Усики должны оставаться одинаковой длины у нас после заправления. Теперь у нас должна быть сделана серединка. Одеваем на каждую проволочку по 2 бисеринки. На каждый усик проволочки по 2 бисеринки. Вот получился вот такой элемент, чем-то похожий уже на жучка. Теперь объединяем усики вместе. Берем белую бисеринку покрупнее. Почему белая? Она всегда очень декоративно смотрится, жемчужинка. На фоне золотистого бисера и такого цветного. Ювелирная, конечно, работа. Но она воспитывает терпение, выдержку, моторику. Усидчивость, да. У нас получился вот такой вот элемент. И снова набираем на каждый усик по отдельности 2 золотистые бисеринки. Мы соединили, потянули немножко. Вот так вот. Получается, это серединка нашего кольца. Теперь нам вот самый ответственный момент, с которым трудно разобраться. Мы теперь вот эту серединку укладываем внутрь. И получается у нас вот так. Берем каждый усик проволочки и продеваем через бусину, через одну бусинку только. Сначала с одной стороны. Теперь мы берем с другой стороны. И у нас уже все практически готово. Как бы декоративный элемент кольца. Теперь мы на каждый усик берем по бисеринке в виде риса. И одеваем. У нас снова получится жучок с такими вот рожками. Теперь объединяем все вместе. И вот теперь делаем непосредственно шинку кольца. И теперь нам нужно просто мерить, на какой пальчик мы хотим сделать это колечко. И такое количество бусин им убирать. Да, бусин им убирать. Я себе набираю 7. Я себе набираю 6. 6, да. Вот теперь уже завершающий этап. Разводим усики. И на каждую одеваем по одной рисинке. Нам осталось теперь замкнуть наше колечко. Мы ее изгибаем. Вот у нас вот этот элемент. Это бусина, в которую мы протягиваем наши усики. И вот получилось у нас замкнутое колечко. Осталось только вот эти вот наши усики закрепить. И мы это делаем несколько раз, обертывая вокруг проволочки. Схима плетения одна и та же, но выбирая разный размер бусин, мы получаем совершенно разные кольца. Да. В античные времена у некоторых народов бисер являлся разменной монетой. А одежда, расшитая бисером и бусинами, ценилась очень дорого, так же, как и украшения из них. Мы с вами сделали коктейльное кольцо. Это украшения, которые одеваются на дневные встречи, на дневные мероприятия. Еще раз, посмотреть всегда можно в интернете. Мы с нетерпением ждем вас на сайте телекомпании Теллин, а также в нашей группе в социальной сети. Новая идея, как всегда, ровно через неделю. Счастливо! Ну а вам, дорогие друзья, пожелаю новых творческих успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова